Вкуснейшие яйца Армадила никакого отношения к самому Армадила не имеют. Ну, называются они так, потому что они похожи на таких маленьких броненосцев. У них такая, как броня получается. Всем привет! Ребята, мы сегодня готовим еще одно легендарное блюдо. Барбекю, которое называется яйца Армадила. Блюдо с таким названием, яйца Армадила, оно не нуждается ни в какой рекламе. Я думаю, вас всех это уже заинтересовало. Но на самом деле это очень вкусная вещь и очень просто готовится. И, кстати, готовится в режиме лоун-слоу. Я сразу хочу сказать, что сегодня мы будем готовить яйца Армадила по классическому рецепту. По классике они готовятся со свиным фаршем и беконом. Но если кто-то вдруг не ест свинину по каким-то причинам, то вы можете использовать говядину. Я, кстати, готовил их с говядиной, они прекрасно получаются, тоже очень вкусные. Можно использовать говяжий фарш и, например, говяжий бекон. Я сегодня готовлю на угольном гриле. Но этот рецепт также хорошо подойдет для пеллетного гриля, например, отлично совершенно, для угольной коптильни, для грилей типа Камада. То есть на них тоже можно приготовить. Короче говоря, везде, где вы можете приготовить блюдо лоун-слоу, там этот рецепт точно так же можно сделать. Давайте посмотрим на ингредиенты. У меня здесь примерно килограмм свиного фарша. Я просто купил на рынке свиную шейку и перекрутил ее на фарш. Ничего не добавлял, это просто чистое мясо. Если будете делать из говядины, то лучше всего сделать фарш, ну, где-нибудь 80 на 20 или 70 на 30, где 20 и 30, соответственно, содержание жира. Еще нам нужна будет пряная смесь. Я сегодня буду использовать вот такой стейк-сислинг от Саклбастерс. Очень я его полюбил в последнее время. Но вы можете использовать любую абсолютно пряную смесь, которая вам нравится. Очень хорошо подойдут пряные смеси, которые можно применять, например, для ребрышек, ну, вообще для любого барбекю. Для ребрышек, для брискета, для рваной свинины, они все тоже очень хорошо подойдут. Только единственное, что слишком сладкие пряные смеси здесь будут, наверное, не очень уместны. Еще нам нужен будет тертый пармезан, крем-сыр творожный, любой тоже, который вам нравится. Бекон. Бекона нужно 12 пластиков. У меня здесь сыр копченый, свиной бекон. Ну, и напоминаю, что можно его заменить говяжьим. И главный компонент блюда, это, конечно же, халапенье. У меня здесь свежие халапенье, 6 штучек, они вот примерно такого размера, чтобы вы поняли, да, вот на руке. Кстати, по поводу халапенье. Я знаю, что многие из вас с трудом находят свежий халапенье. Я, честно говоря, тоже его с трудом нашел. Но в этом рецепте можно использовать маринованный халапенье, спокойно. Только единственное, маринованный халапенье должен быть целый. То есть постарайтесь найти, он есть, продается в магазинах. Вот, в баночках целый, вот такой же, вот примерно размером маринованный. Из дополнительных аксессуаров нам нужен будет поддон, для того, чтобы защитить дно гриля. Фольга, потому что я буду коптить на пилетах. Она не нужна, если вы будете использовать что-то другое. И карманный термометр. Коптить я буду на пилетах шемзер, 100% дуб. Но здесь отлично подойдут также дровишки или щепа. Щепу можно будет завернуть в конфету из фольги, так же, как я сейчас пилеты буду заворачивать. А дровишки использовать так, одну чаночку там достаточно будет. По породам дерева здесь хорошо сработает яблоня. Ольха вполне нормально подойдет. Дуб точно так же. Поехали, начинаем готовить начинку. Сначала творожный сыр. Его нам потребуется примерно от 100 до 130 грамм. Теперь сюда добавляю примерно одну столовую ложку пряной смеси. И пару столовых ложек тертого пармезана. И теперь размешиваем до однородности. Кстати, ребят, обратите внимание, что это пряная смесь с солью. Поэтому я отдельно соль не буду добавлять ни в начинку, ни в фарш. Теперь занимаемся халапеньо. Их надо подготовить к фаршированию. Для того, чтобы халапеньо очистить, он нам нужен целый. Его не нужно разрезать. Я буду использовать вот такой вот филейный нож. И вот так вот аккуратненько надрезаем его. Теперь сердцевину просто достаем с помощью вилки. Вот таким образом. И убираем оттуда все семечки. Он нам нужен чистый. Все готово. Теперь, поскольку мы халапеньо будем фаршировать, я делаю небольшой надрез. Вот такой вот. Здесь в конце, чтобы он у нас воздух мог выпускать. При фаршировании, когда я буду начинку помещать в халапеньо, она будет свободно туда входить. Все. Теперь их можно уже фаршировать. Ну, фаршировать можете как хотите. Я это делаю обычной чайной ложкой. Можно пальцем. Тоже вполне подойдет. Мне спросили, до какой степени нужно фаршировать. Когда вот у нас этот надрез, который я сделал, когда вы увидите через него уже сыр, тогда все же можно остановиться. Вот смотрите, видите, вот он сыр появился. Значит, начинка у нас уже дошла до кончика. Все готово. Кстати, учитывая то, что мы используем халапеньо, это блюдо такое достаточно остренькое. И вообще, это, кстати, довольно близкий родственник халапеньо попперс. Ну, вы помните, да, там тоже в попперсах там тоже используется крем-сыр, бекон. Но это блюдо, оно ощущается менее острым, потому что делается классически со свининой. И жир, он помогает как раз смягчить остроту достаточно сильно. Ну, и надо признаться, кстати, что не все перцы халапеньо острые. Бывает, там экземпляры попадаются вполне себе такие нормальные. Ну, вот, ребята, у нас начинка готова. Кстати, обратите внимание, что начинки я приготовил именно на 6 порций. Ну, и тут еще, конечно, все зависит от размера халапеньо. Вот, я могу такой лайфхак сказать, что если, например, у вас начинки не хватило, то можно просто сверху добавить творожного сыра. Ничего там страшного нет. У вас все равно основные компоненты вкусовые, ароматические, они внутри будут. Теперь работаем с фаршем. Я добавляю у него 2 столовых ложки пряной смеси, той же самой. И просто замешиваю. Ну, тогда однородности опять же. Все, фарш стал вязким. Все готово. Сейчас уже сформируем эти самые яйца армадила. Фарш делю примерно на 6 одинаковых частей. И все. И начинаем уже формировать яйца. Сначала немножко вот так разминаю, а потом уже погружаю в него халапеньо. И полностью прячем халапеньо внутри фарша. Такую формируем, своего рода такую котлетку. Чем-то похожую на зразу, да? Теперь пошел в дело бекон. На каждое яйцо нужно 2 пластика бекона. Ну, вот оно, первое яйцо армадила. Кстати, ребята, когда формируете вот это яйцо, старайтесь сильно не давить, потому что вы выдавите из халапеньо начинку. Все это надо делать так, ласково, мягенько, потихонечку. Все, вот у нас 6 яиц. Кстати, оцените, насколько они большие, судя по руке, да? То есть это такой прям нормальный, нормальный компонент мясной для целого блюда, для одной порции. Все, теперь их нужно убрать в холодильник, для того, чтобы они постояли, ну, где-то минут 20, примерно 30, чтобы чуть-чуть подмерзли. У нас сегодня довольно жарко, фарш, соответственно, стал вялым, и бекон тоже размягчился. А в холодильнике они так немножко подтвердят. Понес в холодильник, а сейчас будем разжигать гриль. Теперь два слова про режим приготовления. Я уже вначале сказал, что у нас будет лоу-нслоу, классический, то есть это самый лучший вариант, это чтобы в течение всего процесса приготовления у нас держалась температура 120 градусов. Вот, и общее время приготовления составляет где-то от 2 до 3 часов. Это зависит от того, насколько у вас большие перцы, насколько много фарша. Ну, в целом, где-то в среднем за 2,5 часа все готовится. Вот, и поскольку нам всего требуется этот жар в течение 3 часов, то я буду готовить на обычном угле. Готовлю я сегодня корзиной слоу-нсир, разумеется, и обратите внимание, что емкость для воды нам сегодня важна. Уголь в корзине с угла, с самого угла разжигаю горелкой, и сейчас еще очень важно сразу добавить воду, кипяток в емкость для воды. Воду наливаю, ну, примерно на 2 третьих емкости. Сразу можно устанавливать поддон и даем грилю постоять с открытой крышкой где-то минутки 4-5, для того, чтобы он чуть-чуть разгорелся. Беллет или щепы, если вы будете использовать щепу, достаточно буквально 1-1,5 горсти. Можно устанавливать решетку. И закрываем гриль, как обычно, открываем верхнюю и нижнюю заслонки полностью. И ждем, пока гриль нагреется, до 90 градусов. Затем стабилизируем температуру. Даже вижу, вижу 90 градусов. Я уже по положению стрелки понимаю. Теперь для стабилизации жара закрываем нижнюю заслонку полностью. Открываем отверстие для копчения. Тоже полностью. А верхнюю заслонку закрываю наполовину. И теперь еще где-то минут, наверное, 5-7 ждем, когда у нас температура стабилизируется на 120 градусах. Когда гриль нагреется, закладываем конфету прямо над горящими углями. Все, теперь уже можно идти за мясом. Сейчас, когда она задымит, заложим все в гриль. Когда появился легкий дымок, можно размещать продукт на решетке. Он же не такой уж он и легкий. Уже хороший дым. Выкладываем яйца армадила на непрямой жар. Так, чтобы они не касались друг друга. Кстати, заметьте, я готовлю сегодня 6 штук. А вот здесь на решетке можно разместить гораздо больше. Ну, как минимум, наверное, 10 точно. А если поставка второго уровня, то еще больше. Все, закрываем крышку. И больше вообще ничего делать не надо. Можно идти гулять на 2 часа. 2 часа коптим, не меняя температуру. Но, может быть, изредка поглядывайте на термометр, чтобы она у нас сильно не росла. Если она будет колебаться в пределах 115-135, это нормально. Давайте посмотрим, как они выглядят через 2 часа. Ох, как отлично они выглядят! О, как аппетитно! Супер! Все, замеряем температуру. Нам нужно по готовности получить минимум 73 градуса. Ну, тут тоже 77. Причем, старайтесь замерить именно внутри начинки. Да, они уже готовы полностью. Готовы все, можно снимать. Самый толстый, 81. Отлично! Снимаем эту аппетитнейшую красоту. Ребята, если будете готовить каким-то другим способом, например, методом двух кирпичей или еще как-то, обратите внимание, сколько натекает жира. Обязательно нужно защищать дно гриля. У кого разыгрался аппетит? Теперь давайте разрежем. Посмотрим, какие они внутри. Отлично! Какое дымное колечко! Аппетитнейший вид! Не могу дождаться. Снимаю пробу. Несколько они горячие еще. Это прекрасно! Это очень вкусно! Теперь давайте про вкус. Представьте себе такую сочную, ароматную свиную котлетку в беконе, в которой хрустиночку дает халапенье. Кстати, мне попался не очень острый экземпляр. И внутренняя начинка халапенья, она так работает, как соус. В общем, короче, это просто что-то с чем-то. Непременно попробуйте! Обязательно! Несколько советов в конце, еще всяких разных. Первый совет про перец. Смотрите, если не можете найти халапенье свежее, хотите прямо именно со свежим перчиком сделать, то можно просто купить обычный острый перец, который продается в магазинах, на рынке такой, знаете, бывает зеленый, красный, толщиной примерно, с палец вот такой. И его нарезайте просто трубочкой. Потому что у него кончик слишком длинный, тоненький, в нем смысла нет. Просто трубочку такую делаете, и получится примерно то же самое. Он, конечно, не такой ароматный, как халапенье, но все равно будет очень вкусно. На пилетнике готовьте точно так же, только держите температуру где-то примерно 105-107 градусов. Выше не надо. Этого достаточно для того, чтобы приготовить эти замечательные яйца. И если захотите приготовить их много, например, не 6 штук, а, скажем, 10 или, может быть, даже 15, с использованием поставки второго уровня на гриле, то имейте в виду, что на втором уровне температура выше. То есть где-то примерно через час приготовления нужно будет перекинуть их местами, для того, чтобы у вас они равномерно пропекались. А так больше никаких особо отличий нет. Только посмотрите, насколько аппетитно они выглядят. Это же вообще... Вот, кстати, по поводу, скажем так, количества порций. Ну, вот я честно признаюсь, я когда такие яйца готовлю, мне одного хватает, если я его ем с гарниром. Кстати, гарнир, ну, тут любой, опять же, на ваш выбор. Можно с картошечкой, можно с рисом, например, замечательно. Я еще люблю с кускусом эти яйца. Не знаю, почему. Ну, короче говоря, это вполне такая нормальная порция. Правда, все зависит от того, конечно, сколько вы любите есть. Некоторые там мне пишут, что мне таких и три будет мало. В общем, решайте для себя. Ну, вот, ребята, еще один рецепт лоун слоу. Такие прекрасные яйца, красивейшие, аппетитные. Вот. А мы с вами прощаемся до следующих выпусков. Всем вам пока и ароматного настоящего барбекю. Субтитры сделал DimaTorzok